Вот это нам повезло. Здравствуйте, уважаемые слушатели и зрители. С нами Алексей. Привет. Привет, Слава. Привет всем. Я что-то давно не был, недели две, наверное. Сейчас только пришел с работы недавно. Думал, никого нет. Зашел на удачу. Смотрю, обсуждение идет. Ну, я решил присоединиться, хотя бы послушать. Если ничего умного не могу сказать, то тогда хотя бы послушать, о чем вы там говорите. Прямо комнатную температуру, въеду в тему, что там у вас. Меня хорошо слышно, в принципе? Да, слышно отлично. Ну, смотри, несмотря на что столь поздний час, более 80 человек, 81-82, то есть хорошая аудитория для около двух часов дочи по Харькову, 4-го, 0-6-го. То есть спектрум тем был большой, начиная. Где-то, не помню, всем вечером я вышел на основной канал прорекламировать этот. Вот. Пробежались по Америке опять. Потом немножко прошелся по войне 812 года. Вот. И сейчас, так как мы пристально изучаем плакаты 150-летней давности, то много интересных вещей находим. Одна из примечательных вещей, то, что в Риге 150 лет назад один завод производил ежегодно 10 миллионов пар. Ну, это голый, голошь, но это, по сути, это туфли. Это реально туфли. Покажи картинку, чтобы видел. А, я не знаю, каким устройством сейчас пользуется Алексей, может он... Я сейчас вижу и то, что есть на FM в Ютубе, и вижу то, что есть на Скайпе. Ага, сейчас покажу. Вот это мне восхищает. Тут уже сразу видно на лицо качество. Я пользуюсь стационарным компьютером сейчас. Замечательно. У меня хороший интернет дома, и, в принципе, тут все хорошо. Кстати, недавно другой скриншот скачал, там даже на нем нашел доход. То есть, они продавали по 10... Треугольник, так это же треугольник находится здесь, у нас в Петербурге. Правда, сейчас он закрыт. Завод Красный Треугольник, он назывался в советское время еще. Ну, а тут он просто треугольник называется. Это петербургский завод, он на обводном канале находится у нас. Это больше какая-то иностранная корпорация. Вот 10 миллионов пар, и я на другой плакат сейчас, я его не знаю, где он там написано, что ежегодный оборот 25 миллионов рублей. 25 миллионов. Это только галоши. Это я к тому подвел, когда увидел. А какое же население было 150 лет назад в той территории, где мы проживаем? Если один рижский или питерский завод столько штамповал обуви. Ну, официально, по-моему, миллионный житель пересекли в Петербурге где-то в 1850-1860-х годах. Это официальные данные, насколько я помню. Вот, а где-то к началу 20-го века было 2,5 миллиона людей жило в Петербурге. Ну, по официальным данным. Вот так. А сколько я помню, ну да. А не могли это к войне готовиться или еще что-то там? Фух. Да не, ну а... К войне, ну... Галоши непрактичны в условиях боя. Ну да, да. Ну, по крайней мере, официальные данные, получается, имеют расхождение. Если же действительно, я просто не знал... Ну, вообще, завод «Красный треугольник», ну, треугольник, он обширное место занимает. И вообще, так скажу, что промышленность, которая, вот если судить по обводному каналу, с фабрики стоят в Петербурге, они поражают своей, ну, объемностью. То есть много, много территорий занимает. Ну, трудно судить о технологическом процессе тех лет, но там напоминают такую территорию, как вот в фильме «Сталкер» водил там их, вот по какой-то промышленной территории. Так вот, сейчас нынешний «Треугольник», он где-то такую же территорию представляет. Почти с километра, ну, нет, метров 500 или 600, наверное, вдоль обводного канала, в ширину и вглубь еще очень далеко. То есть такая огромная-огромная территория. Вот. Из красного кирпича. Могут даже завтра зайти, пофотографировать, если интересно будет. То есть объем производства были большие, наверное, да. Вот я, кстати, показал изображение, 25 миллионов рублей, безусловно, ручательство, еще такое хорошее словосочетание, сейчас как гарантируют, да, мы гарантируем, а это безусловное ручательство. Причем правильно пишется не без, а без, ну и сейчас, по-моему, безусловно, тоже пишется, за высшую прочность. Тогда они не снашиваются, продают по 10 миллионов, а его и продают, и изготавливают. Это один рижский завод, а что, один только он был, их же сколько было у нас на территории. Какие обороты были, какое население было, это вообще непонятно. Я же говорю, что так интересно изучать, можно докопаться до тех или иных моментов, я вот тоже забавно хотел пошутить в эфире, что Лукас, когда что-то это создавал, как его, и забыл в Звездных войнах этого Йети, как Чубака. Хотел пошутить, что он взял за основу баталии светлых небесных, интересное название, не хватает сил, вот как-то, как-то незаконченная фраза. Баталии, бои светлых небесных, все как-то, тем более, что это, я понял, не рисунок, а фотографии, и в костюм как бы одет актер. Ну, тут вообще много интересного. Тоже вот забавная реклама мыла, АМ, Жуков, Санкт-Петербург мыла. Ну, как-то во льдах и луна еще светит. Вообще есть ощущение, что промышленность или какая-то деловая жизнь тех лет была несколько другая, чем то, что нам расписывают. Я уже смотрел по фотографиям тоже Петербурга старых, и смотрел, как устроено все было, тоже очень все. Ну, не совпадает с тем, что нам сейчас говорят про то время. Ну, то есть оборот и деловая жизнь была более насыщена, скорее всего, чем то, что нам говорят про якобы там обездоленный рабочий класс, про то, что там вообще все так было плохо, или что-то еще такое. Такое впечатление, что все было довольно хорошо и довольно живенько все было. Мне кажется, все было, ну, как... Не могу подобрать слово. Первое, что приходит на ум. Общее. Централизованное. Я не знаю, как правильно сказать. Вот про Харьков нашел. Но я не то, что я, конечно, мне всегда приятно. Харьков находить, роковые шейки. Но дело в том, что в Советском Союзе, ну и сейчас, в принципе, роковые шейки конфеты изготавливаются. Я нашел еще конфеты утиные носики. То есть этим рецептом полторы сотни лета, может даже больше. Но вот еще вот примечательный момент. Значит, там я про пиво нашел, Харьковское. Там был номер телефона. Но мы еще нашли прокат автомобиля. Тоже, как говорится, 150-летней давности. Это, скорее всего, Санкт-Петербург. И телефон вообще пятизначный. Не трехзначный, а пятизначный. Представляешь? Ну да, интересно как. Я думал, трехзначный должен был бы быть. Кстати, вот смотри, насчет конфет. Вот, говоришь, раковые шейки, да. А у нас, как сейчас говорят, рачки. Тоже самое, это утиные лапки, а не носики. А, да, да, точно, утиные лапки, правильно. А, а, оранчо утиные носики. Точно. Но я, судя по вот этим рисункам, особенно где изображены рыцари, все-таки думаю, что и сто лет назад классическую историю хотели подсунуть. Ну, вернее, официальную, что сравнительно были богатыри вот в таком одеянии. То есть, тогда уже людям закладывали определенные стереотипы. Что-то еще нашел тоже. Автомобили-грузовики Киев. Фондуклеевская, номер 18. Тут уже на двух языках, как бы, идет ремонт автомобилей. Просто непонятно, какой год. Ну, я, ти, и ти присутствует, да. То есть, понятно, что столетней давности. Ну, номер тоже очень важен, 325. Пудру не могу понять, что это такие за жутковатые существа, которых потом американцы начали что-то подобное в своих фильмах ужасов. Ну, как типа, шапка, как принято у этих, да, у турков. Такая, цилиндрик, как нам их турков, когда рисуют турцы, обязательно вот головной убор. Юмористических журналов было в те годы очень много. Нашел вот будильник журнал. Ну, был еще другой, я забыл, как он называется. Жизнь бурлила, и все как-то, я вам скажу, не знаю, как мне вкуснее выглядело, аппетитней, чем сейчас. Ну, вот, Крым, Одесса, ну, это рыбные и овощные консервы, балаклава. Как-то помпезно, грандиозно, там, масштабно, я не знаю, какие еще эпитеты подобрать. Ну, и вот разобрались, что окажется, сельское хозяйство, вчера ломали голову, локомотив. А сегодня я уже нашел два, даже три, по-моему, объяснение, что это за техника. Вот, в поле помогает этот локомотив, скажем так, трудиться. Резиноприводная, резиноприводная, сейчас бы у нас, как бы сказали, резиноприводная. Так, еще где-то я вот, по вот этой технике на глаза попался, вот, еще попалась. То есть, помогает, допустим, мешки с мукой, все расписано. То есть, какая технология была. Причем, я так понимаю, без электричества, это все паровое, насколько я могу ошибаться. Не, паровое, если локомотив, 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 это пары или на угле. Кстати, слайд, я посмотрел, Суворов любил тоже парики носить. Может, он был рептилоид, и вот такая жиденькая кузнечевская статура. Вот я нашел вчера сыр, правда, не связано. Тут все по-нерусски написано, но вот изгибается, как вот эти кузнечики, там, шучки, муравьи. Такое ощущение вот тут наряда тех лет. Какая-то насекомая раса она захватила, и она старалась навязать вот это именно, вот такой стиль под каких-то мотыльков, я не знаю. Вот тут смотришь, и, ну, жук, жук жуком. Вот, скажем, а может, они и правда были жуки, и под одеждой прятали свои формы. Вот какие же легенды про галифе, что якобы у этого галифе была нога повреждена, чтобы спрятать увечья. Он попросил штаны на заказ вот такие широкие, а потом начались такие штаны шить. А может, они какие-то не увечья были, может, у него он был вообще непонятного, какой расы, и скрывал просто, чтобы его расу никто не мог понять. Вот, кстати, треугольник, 1860 год, Петроград, холоши, треугольник. Вот, начинаем изучать, что у нас сейчас Суворов Екатерина Велик один человек. И, посмотри, какая подошва, непростая подошва. Не просто плоская, посмотри, она как этими треугольничками, что там сделано, вот этими, рельефная такая подошва. Вот, увеличь, посмотри внимательно, саму подошву и носок, как дыры, точечками вот этими разными. Не, это все, да, там, 30 секунд, сколько задержка идет, я увеличил. Да, качество даже по нашим временам, это очень высокое. Причем я понимаю, что люди очень, скажем так, к здоровью серьезно относились. По большому счету, обувь ту, которую мы сейчас носим, если в зимних условиях она, или в водных условиях, особо не сильно защищает. А вот эти галошиши, они же как бы поверх обуви шли. То есть человек одевал обувь, чтобы ее, эту обувь и ноги свои как-то защитить. И чтобы это не выглядело убого и некрасиво. Им еще создавали вот такой вот вид шикарный. И посмотри, есть нормальный каблук. То есть, по сути, оно еще и ортопедическое, это не то, что нынешние галоши, что полностью плоское. Ну, почти плоское. Как по мне, я же говорю, это итальянцы учились делать свои тухли с наших вот этих так званых галош. Если так глянуть. Ну, много получается и в конфетах, и в других продуктах. То есть, все, что современное, новое, это хорошо забытое, старое. Шустав, да, Шуставый. А, это другая, знаете, как он пишет, Шуставый компания, а здесь Шустав с семьей. Во, теперь я понял. Интересно, да, есть компания, обязательно. Компаньоны были. Ананасная земляника, ликер. Фруктовый пунш. И негар изображен почему-то. Зубровка. И крымский коньяк. Финшампань. Я думаю, шампань и шампунь, это может из-за того, что и то, и то пенец. Поэтому такое слово подобрано. Финшампань. 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 Финшампань.